Ученые обнаружили край Вселенной. Вселенная с вероятностью 99,8% не бесконечно плоская, а является замкнутой. Пространство-время Вселенной искривлено и замкнуто. Все предыдущие представления о форме Вселенной, вероятно, оказались ошибочными. Согласно новому исследованию ученых из Римского университета Ласса Пионса при помощи Космической обсерватории Планка, вместо плоской формы, как ее представляли физики-теоретики, наша Вселенная может быть выпуклой, как массивный раздутый воздушный шар, у которого неожиданно есть граница. В журнале «Нэйча» о странами появилась научная работа, которая выдвигает смелую теорию о новой форме Вселенной. Авторы исследования заново рассмотрели данные измерения космического микроволнового фона ЭКМЛ, слабого эхо-большого взрыва, и пришли к выводу, что Вселенная с вероятностью 99,8% не бесконечно плоская, а является замкнутой, а значит конечной. Однако это смелое заявление ученых противоречит былым гипотезам, которых придерживались великие умы теоретической физики и космологии. Если авторы правы, то пространство-время Вселенной искривлено и замкнуто в своеобразную петлю. Это можно представить так. Если достаточно долго лететь по прямой, то в результате можно вернуться в точку старта. Космологи называют эту идею «замкнутой Вселенной». Причем новая теория не противоречит известному явлению расширения Вселенной. Различие между замкнутой и плоской Вселенной похоже на различие между растянутым плоским листом и надутым воздушным шаром, объясняет автор исследований Александра Мехиари из Римского университета Васа Пьенца. Когда лист расширяется, каждая точка отходит от любой другой точки на прямой линии. Когда воздушный шар надевается, каждая точка на его поверхности также удаляется от любой другой. Но кривизна воздушного шара делает геометрию этого движения более сложной. В плоской Вселенной параллельные линии никогда не пересекутся, а в замкнутой линии в конечном итоге встретятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok